Моё почтение и уважение, друзья! Не так давно ко мне пришла посылка с очень интересным гаджетом DIVUM DITO, выполненным в ретро-стиле. Устройство очень необычное, со множеством всяческих возможностей, и в этом видео я расскажу о нём подробнее. Первое, что я хочу отметить, это необычный дизайн, вдохновлённый ретро-компьютерами, и даже сама упаковка сделана в виде чемоданчика, в котором обычно продавались компьютеры 80-х. То есть, к созданию девайса производитель подошёл с полной ответственностью. Что это такое? Вероятно, первый вопрос, который задают люди, когда видят это устройство впервые. По сути, это беспроводная колонка в уникальном дизайне и с кучей дополнительных возможностей. У меня девайс в зелёном свете, также существуют варианты в чёрном, голубом, красном, белом и розовом. Таким образом, можно подобрать именно тот вариант, который лучше для вас подходит. Я думаю, что со мной никто не будет спорить, что этот девайс, даже если откинуть все его возможности, просто может украсть интерьер вашей комнаты. В комплекте, помимо самого девайса, имеется кабель USB-USB-C. Такие вот прикольные пиксельные наклейки. Руководство по эксплуатации на разных языках. И даже есть сертификат качества. Отмечу, что здесь самое что ни на есть настоящая механическая клавиатура, состоящая из шести клавиш и золотистого джойстика. С помощью которых можно перемещаться по меню, управлять громкостью, также совершать различные дополнительные действия. Например, при удержании кнопки меню активируется подсветка клавиатуры. Да, друзья, тут даже такое предусмотрено. С правой стороны находится слот для карт памяти, кнопка Power, а также разъём USB-C. Отмечу, что производитель предусмотрел даже индикатор зарядки, за что, конечно же, моё почтение. В нижней части расположены четыре резиновые ножки для лучшего сцепления с поверхностью. 10-ваттный динамик расположен сверху и обеспечивает объёмный звук, создающий звуковое поле на 360 градусов. Звучание действительно очень чистое и достаточно громкое. По крайней мере, для небольшой комнаты отлично подойдёт. И, в общем-то, на этом можно было остановиться. У гаджета отличный дизайн и звук, но при этом устройство умнее, чем большинство других портативных колонок. У неё есть дисплей, на котором в режиме ожидания по умолчанию активированы часы. Вот вам ещё одна полезная функция. Отображение на дисплее в виде крупных пикселей, но в этом есть фишка устройства, поэтому оно и называется Retro Pixel Art. Ну и какие часы без будильника? Он здесь имеется, и это на самом деле очень здорово. Поехали дальше. Меню состоит из нескольких режимов. Игровой режим позволяет играть в различные популярные игры, такие как Тетрис, Арканоид, Кости, Змейка и многие другие. В зависимости от игры управление может происходить как с помощью клавиш, так и при помощи джойстика. Игры это, конечно, замечательно, но девайс также может похвастаться наличием полезных приложений, таких как табло, секундомер, таймер и даже шумомер. И это действительно работает. Также отмечу режим рисования, в котором можно разукрасить выбранную картинку. Например, свинья здесь какого-то салатого цвета. Непорядок, делаем её розовой. Я думаю, особенно это понравится детям. То есть, функций действительно много, но девайс умеет ещё больше, если вы подключите к нему смартфон с установленным приложением Дивум. Это позволит кастомизировать устройство по полной программе. Например, появляется возможность менять стиль и цвет часов. Выбирать подсветку по своему вкусу. Просматривать различные VG эффекты. Также имеется выбор визуальных эффектов для музыки, плюс есть возможность создавать свои собственные. Более того, с помощью смартфона можно пользоваться девайсом в более полной мере, чем без него. Например, играть в игры или управлять различными приложениями. Одним из наиболее интересных, на мой взгляд, приложений является DJ Mixer, который позволяет почувствовать себя настоящим диджеем. Продолжение следует... Замечательно звучит, не правда ли? Также можно послушать звучание различных инструментов. Со своей основной обязанностью проигрывания музыки аппарат справляется на ура. Помимо того, что можно слушать музыку с карты памяти или со смартфона, есть также возможность прослушивания интернет-радио. В приложении имеется множество различных радиостанций абсолютно на любой вкус. И наиболее понравившиеся можно добавить в избранные, чтобы потом в дальнейшем не искать их в поиске. Что касается времени автономной работы, то оно весьма неплохое. В режиме воспроизведения музыки устройство без подзарядки может проработать 8-10 часов. Если его использовать просто в качестве часов, то заряда хватит аж на целые сутки. Одним словом, Evoom D2 это весьма интересный девайс. Он необычно выглядит. Этот пиксельный дисплей с возможностью делать на нём почти всё, что угодно, действительно впечатляет. К тому же устройство богато различными функциями, которыми мы пользуемся повседневно. Например, будильник, голосовые напоминания, уведомления. Это самая умная беспроводная колонка из всего, что я когда-либо видел. И думаю, что за стоимость чуть более 5000 рублей это будет хорошей покупкой, которую не стыдно подарить своим друзьям или родственникам. Это действительно очень занятная штука, с которой многим будет просто интересно повозиться. В описании к этому видео находится ссылка на девайс и на купон, с помощью которого вы сможете приобрести его на 10 долларов дешевле. По сегодняшнему курсу это очень хорошая экономия. На этом всё. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то поддержите его лайком, оставляйте комментарии, что думаете о Дивом Диту, задавайте вопросы и главное не забывайте, всё самое интересное ещё впереди. Всего доброго. До новых встреч.